здравствуйте уважаемые подписчики сегодня мы будем заниматься анбоксингом посылки посылка 12 посмотрим что нам прислали для обзора посмотрим проверим проверим в городе за городом для вскрытие так ну чтоб легче было доставать строим варварски микротик мы видим 6 написано микротик здесь скорее всего по и питание на 24 вольта но это не какое-то вам там китайское питание фирменный наклейки тоже бывает хороший блок питания микротик плохие не делает так посмотрим что здесь есть еще так вот смотрите значит здесь видим саморез интересно что с ним делать оставим пока подставка какая-то сейчас посмотрим что внутри так коробка одна штука кстати саморез был один то конечно что интересно так что мы здесь видим на этим поближе сделаем вы видели что здесь написано сделаем наезд такой вот такой девайс у нас на обзоре сегодня будем смотреть пока посмотрим внешне и уже будем его соответственно испытывать в реальных условиях такие люди как роман литвинов астарос тагир они их использовали отзывались очень хорошо поэтому мы тоже решили его посмотреть и будем надеяться что это хороший продукт продукт был разработан павлом это продукт отечественной и производился по моему даже в россии вроде бы даже в зеленограде видимо такую цветную инструкцию это конкретное изделие для того чтобы его поставить на спутнику антенну будет устройство как облучатель работать в принципе он как бы написано что 2600 но я думаю что на 1800 это антенна тоже будет работать спасибо павлу что предоставил нам ел 12 для обзора посмотрим характеристики видимо там будет или нет мне руки трясутся в принципе написано чтобы 3 поддерживает видим что написан до минус 40 на самом деле данное устройство использовалась на дальнем востоке и действительно работает где минус 40 она не замерзала то есть это уже можно сказать действительно так проверено и не один год вот такая инструкция по применению сим-карта вставляется очень удобно но все-таки сим инжектор это уже новое поколение и новое движение все-таки не очень удобно когда сим-карта стоит внутри но будем надеяться что на работу это никак не скажется ну кронштейн это резиночка уплотнительное кольцо кольцо вставляется вот сюда вставляется кабель и закручивается ну видать пока ехала с деком развалилась так что мы видим так с обратной стороны вот принципе видно название наклеечка видим с обратной стороны лампочки ну скорее всего все так понятно что это означает кому будет непонятно можете написать в комментарии посмотрим есть значок заземления предполагается что и обязательно нужно заземлить спереди она выглядит вот так положим в принципе размер у нее небольшой если так сопоставить вот скольцы с канцелярским ножом то вот такой размер у нее примерно размер пяти тысячный пяти тысячи рублевый купюру короче наклейка есть гарантийная то есть скрывать нельзя и есть место для установки сим-карты кстати оригинально сделано конечно в принципе принципе держаться будет давайте павел иванович рулетку нашел 19 сантиметров померяй пятерку сколько длина пятерки что все знали 18 а есть пятерки на пятерках тысяч одного размера должна быть так что здесь мы видим здесь мы видим внутри кнопку сброса и место под сим-карту сколько так 16 тысячи меньше да правильно пятерка больше пятерка больше должна быть дороже конечно так ну в общем конечно оригинальное решение ну так как она будет стоять все вниз то по сути не затекает а данные пробки себя в принципе рекомендовали хорошо они стоят на всех коробочках распаечных для видеонаблюдения мы используем то есть вода у нас еще пока через эту крышку снизу точно никогда не затекала ты сверху затекала и снизу тем более в принципе просто и со вкусом но что придумывать я у одних фильм видел по моему называть не буду то есть у такой же разъем стоит гермо вот то есть откручиваешь вставляешь сим-карту но там вставляет нужно будет пинцетом здесь хотя бы можно пальцем достать так на вам наверно будет конечно интересно показать вам веб-интерфейс что наверно придется продемонстрировать значит что получилось получилось в общем то интересно решили отвернуть чтобы вставить потому что как-то вставлять показалось что не очень понятно как туда да в коннектор выкрутили она казалось гайка крутилась у ничего придется разбирать сейчас мой то не специально короче говоря придется разобрать посмотреть что внутри вам все же на рассерну это интересно из чего состоит отечественный продукт потому что крокс мы всегда показываем изнутри как выглядит ну может быть пока еще не показывали как выглядит двойной сим инжектор я думаю что в принципе он выглядит так же как и все остальные роутеры крокс осталось отвернуть последний винт закручен хорошо и пластик такой хороший мы проверим морозом на морозе не лопается но это не с моих слов со слов романа литвиново если что и вы закидаете говном и палками так что у нас внутри интересная вещь здесь продакать наклейка ходу гарантийная вот судя по всему гарантий у нас больше нет поэтому тихонечко сделаем конечно надо делать не так надо делать погреть просто феном паяльной станции сама отвалится короче говоря что то получается не очень без паяльной станции ну короче говоря павел гарантий у нас больше нет это было паяльной станции отклеили бы нормально но все таки интересно почему так нормально вышло конечно может быть разбирать это и не нужно но ну вот хотя бы мы посмотрим значит смотрите какая интересная вещь здесь вставлен 33 72 до сюда не распаян но пиктейл уже припаяны приклеены здесь стоит 33 72 в принципе по интерфейсу мы посмотрим что там выглядит используется ли здесь стик либо используется своя собственная операционная система но здесь приклеен радиатор это радует потому что 33 72 все-таки греется и при хороших скоростях это будет огромный плюс но вот то что здесь вот эта гаечка была снизу не приклеена изнутри это конечно огромный минус потому что все таки доставать это тяжело и неудобно а получается если ты открутил случайно по своей дурости то и лишился гарантии потому что пришлось разобрать ну может быть это бизнес по русски конечно ну в общем то надо как-то по-другому думать но порадовала порадовала то что здесь стоит 33 72 с радиатором в принципе довольно компактно сделано ну разбирать уже не будем скорее всего другой стороны также есть smd компонента наверное но здесь нету наверно вай-фай а может быть и если не знаю спецификацию еще пока до конца не посмотрели ну в общем то вот понятно теперь осталось нам только собрать правильно и все здесь вот есть еще плата а это сим инжектор у нас вот так вот видите стоит это локальный сим инжектор но лампочки получается с другой стороны от платы нас стоят то есть это диоды распаяны с обратной стороны радиатор это да это огромный плюс плюс фирме ела 12 приступаем к сборке обратно самореза серьезные то есть такие хорошие саморезы приличные с ним не маленькие не тоненькие надежные все по отечественным собрана по российскому если болт тык на 12 сразу для того чтобы держать полотенца так собрали мы ну и теперь попробуем подключить и показать что у него внутри такой-то роутер подключили мы в тестовом своем варианте ела 12 вот так вот так вот она выглядит у нас лампочки какие-то горят у нее но здесь мы больше чем 20 мегабит 25 не получаем в среднем на 2600 в билайне и 20 что-то до 30 тоже в 1800 сейчас посмотрим ноты не особо показатели но хотя бы просто мы посмотрим как работает как чё кажет числа покажем интерфейс вам значит интерфейс немножко нестандартный когда заходит заходим в интерфейс значит выбираем здесь вводим адрес 192 168 254 1 немножко не стандартный попадаем в ела 12 такой приятный голубой интерфейс как любит алексей в инструкции написано что вводим логин и пароль админ админ ну так и сделаем павел не шуми админ админ зашли что мы здесь наблюдаем довольно интересное меню кстати здесь есть вай фай у нее я думаю что также можно будет попробовать настраивать по нему антенну довольно интересный интерфейс видно модуляция в которой мы сейчас работаем вот здесь вот мы видим модуляцию видим температуру ширину полосы видим диапазон что-то нас band 7 работает ну кто знает что это означает тот понимает то есть 1000 это одно 3000 это другое видно mac адрес видно ай пи который выдался время видим оператора видим уровне сигнала но в принципе для семерки 4 децибела нормальный нас даже то антенна выдает наверно среднем 56 то есть та чуть побольше антенна крокса sky на котором сейчас висит поэтому в принципе показателем нормально можно сказать что работает да вот здесь уже видимо увидим что это band 7 в принципе это понятно и под этому вот значению давайте пройдемся по меню посмотрим что здесь есть еще с главной страницы здесь есть у нас настройки в рай вас походу не вай фай был ну ладно не суть я первый раз и включаю поэтому смотрим вместе с вами и значит что у нас технология авто соответственно можно выбрать здесь я так понимаю разные диапазоны работает в принципе во всех российских диапазонах даже есть 200 уже который в принципе реализован используется мтс в 3g 2 диапазона принципе все нормально можно прописать apn ясненько так в сети ну здесь прописывается сеть можно настроить соответственно как угодно vpn vpn что у нас есть из у нас доступен pptp l2tp вот был бы еще open vpn доступен когда вообще полу цены не было а вот openvr то это позволяет сделать здесь пока ведь еще не реализовано ну ладно значит нужно и так понимал keep alive соединение то есть проверка на разных серверов проверять можно разные сервисы и уже принимать какие-то решения по пересоединению и создать я так понимаю команда какая-то вводится то есть можно проверить баланс и соответственно другие команды вести здесь обновление да принципе перезагрузка сброс на заводский выход все довольно шустренько я вам скажу работает то есть существенно переработана можно сказать что вообще вообще отлично то есть с openvrt сравнить нельзя с хайлинком сравнить нельзя система отзывается просто мгновенно сигналы прыгает также в принципе задержки особо нет увидим довольно хорошо сигнал совпадает с хайлинком в принципе потому что он стоит роутер 3372 соответственно сигналы еще бы не совпадал в зависимости конечно прошивки непосредственно которая там стоит но посмотрим так что мы здесь видим давайте померяем скорость что еще можно сказать но я не думаю что здесь будет что-то существенное нормально 20 мегабит то есть принципе от 20 до 30 мегабит здесь работает в b7 зависимости от загруженности времени линии и так далее то есть тридцаточку больше не рубит если конечно выйти сейчас за окно с ней в одной направить на вышку будет около 60 именно в этом положении это нормально давайте посмотрим как он быстро переключается в другой диапазон завершится тестирование то есть как быстро он перейдет в другой диапазон вообще нравится как работать конечно здорово вообще так давайте по умолчанию включим 1800 технологию выберем только 3g зачем 4g ну и соответственно вернулись обратно так а зачем ты в 200 ушел так вот 1800 ну в принципе по времени сопоставимо даже наверное быстрее чем холинк это делает наверное чуть быстрее чем холинк принципе вот мы видим что ушли на b3 здесь мы увидим вот он 1300 почему видно что это у нас диапазон 1800 лтм давайте посмотрим скорость здесь примерно показатели те же будут агрегацию данное устройство не поддерживает да в принципе на билайне агрегации нету у нас так видим вот в принципе нормально снимали мы вот на таком мониторе вот он интерфейс вот она ела 12 в принципе порадовал отзывчивость интерфейса сигналы совпадают скоростях совпадает дальнейшие уже обзоры тестирования будет ныря в реальных условиях если возможно сравнение с конкурентами попробуем сравнить данное изделие с аналогичными устройствами по цене посмотреть как они себя покажут тестировать одну бессмысленно нужно тестировать ее с чем-то ну в общем то красивые изделия ставьте лайки если кому-то интересно задавайте вопросы пока данная девайс у нас есть мы соответственно можем проверить посмотреть но возможно и сам производитель вам откомментирует по данному устройству импланты